На Украине участники крестного хода, организованного православной церковью Московского Патриархата, дошли до Киева. Они преодолели сотни километров, но главные трудности их ждали на подступах к столице. Националисты пытались остановить верующих, блокируя дороги и угрожая людям, которые идут с молитвой о мире и единстве страны. Сегодня дело дошло до попытки терактов. Тем не менее, верующие полны решимости достичь цели. Репортаж Алены Германовой. Им оставалось всего лишь пара десятков километров. 400 уже прошли. Двухнедельное шествие. Свято-Успенская, Почаевская лавра и через всю западную Украину должно было закончиться в Киеве еще сегодня днем. Но на подходе к Житомирской трассе верующих встретила полиция. Дорога заминирована. Планировалось, что сегодня участники крестного хода пройдут 14 километров до Киева. Там был запланирован молебен. Люди готовы идти дальше и молиться за мир на украинской земле. Но вот мы пока находимся здесь, в поле. 5 тысяч паломников, женщины и дети сегодня полдня стояли и ждали, когда им позволят идти. Полиция уговаривала дальше до Киева ехать автобусами. Но люди были непреклонны. Крестный ход решили продолжить. Цель одна, чтобы быть вместе. Востоку и Западу, чтобы не делиться. А там, с той стороны, не хотят быть вместе. Хотят быть по отдельности. Какая их правда? Бог его знает. Анонимные звонки с сообщениями о возможных терактах по маршруту всеукраинского крестного хода в полицию начали поступать еще в 5 часов утра. На место выехали саперы. На трассе Киев-Житомир рядом с остановками нашли сразу несколько предметов, действительно очень похожих на взрывные устройства. Наши взрывотехники и служебные собаки нашли несколько подозрительных предметов, которые могут взорваться. Мы остановили крестный ход для того, чтобы еще раз проверить трассу. Найдено уже три опасных предмета. Два – это муляжи. Еще один, для обезвреживания которого пришлось посылать робота с водяной пушкой. Позже выяснится. Все найденные мины – муляжи. Но в траве у деревьев собаки найдут несколько закладок. В обрезанных пластиковых бутылках и канистрах были спрятаны настоящие боевые гранаты и дымовые шашки. Всю дорогу до Киева крестный ход двигался следом за саперами. К сожалению, могу сказать, что до этого места, куда мы дошли, где вы сейчас находитесь, тут безопасно. Дальше я не могу отвечать, потому что не в полной мере проведены мероприятия поисковые. Сейчас мы их будем продолжать как с кинологами, оперативные сотрудники взрывотехнического службы. Работали взрывотехники сегодня и к востоку от Киева, где шли верующие второй колонны крестного хода. У дороги также нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Люди терпеливо ждали, пока саперы обследовали муляж. Очевидно, паломников хотели запугать, но шествие никто не покинул. Мы с Верой идем, у нас все будет нормально. Накануне верующих с востока страны не пустили в Борисполь, закидали яйцами и оскорбляли. Сегодня радикалы запрещенные в России организации украинских националистов поджидали и участников западной части крестного хода. Нас здесь до сотни человек. Мы максимально, насколько возможно, в этой ситуации будем мешать им пройти Киев. Может быть, будем перекрывать трассу, может быть, будем бросать яйца. Как можем, будем мирно протестовать. Но кидать яйца сегодня было не в кого. Организаторы решили обойти блок хвост радикалов по другой дороге. В эти минуты они уже подходят к украинской столице. Те, кто шел с востока, вечером решили все же посадить в автобусы. Всю ночь паломников будет охранять полиция. А завтра, в канун празднования Дня Крещения, Руси, как и планировалось, оба шестья встретятся на Владимирской горке. Отменять крестный ход все же не будут, но меры безопасности решено усилить. Мы вводим особый режим по ситуации, связанной с завтрашним молебном. Всякий гражданин может прийти на этот молебен, естественно, и мы обеспечим его безопасность там. Доступ к этому молебну, к Владимирской горке, будет производиться через соответствующий контроль безопасности, который будет включать в себя около 20 рамок металлоискателей. По факту обнаружения взрывчатых веществ украинская полиция завела уголовное дело. Сейчас проверяют, откуда были сделаны анонимные звонки. Ищут и неизвестного мужчину, который накануне вечером позвонил в здание Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата и обещал взорвать всех организаторов этого крестного хода за мир в стране. Алена Германова, Максим Севин, Первый канал, Украина.